Сотрудников требуется, естественно, чтобы они были релевантны, чтобы там был какой-то штат разработчиков непосредственно, то есть он как-то соизмерялся с объемом и размером проекта, то есть или нескольких проектов, которые компания заявляет для участия в конкурсных процедурах, соответственно, чтобы они соответствуют этим средствам, которые запрашивают в принципе масштабности этих проектов. Важная история – это перед конкурсными процедурами все-таки проверить отсутствие задолженности, потому что это отсекающий фактор, если задолженность есть даже небольшая, более 300 тысяч рублей, то, соответственно, компания принять участие не сможет, конкурсная процедура будет отклонена до нивелирования этой истории. Соответственно, также требования по сроку создания, существования – это три года, на проект не получается финансирование по какой-либо другой программе, то есть чтобы двойного финансирования не было, за этим, конечно, следят, поэтому, насколько-то возможно, поэтому тоже момент стоит учитывать. Целевые индикаторы, то есть по результату проекта необходимо будет достичь определенных показателей, как я уже сказал, необходимо в рамках комплексного проекта продукт разработать, его выпустить, соответственно, продать. То есть это требование обязательное, как и последующие на этом слайде, соответственно, не менее трекратного объема суммы субсидий необходимо совершить продажу. Сейчас немного постановление модернизировано, можно продажи осуществлять не только напрямую к компании, я хочу говорить пару слов, кто и как может еще осуществлять продажи. Добрый день, коллеги. В последней редакции постановления 109 предусмотрена возможность привлечения производителей сторонних в качестве организаций, которые также могут выполнять целевой показатель по объему реализации, то есть вы можете в рамках своего проекта заявить какую-либо стороннюю организацию, которая будет выполнять функции производителя и также фактически реализатора вашей продукции. То есть вы можете разработать КД, разработать продукт, отдать его на производство и реализацию сторонней компании. И та выручка, которую этот производитель будет получать от реализации продукции, разработанной на основе вашего КД, ее также можно будет зачесть в качестве целевого индикатора по вашему соглашению о предоставлении субсидий. Спасибо. Соответственно, что еще из KPI? Это количество создаваемых новых рабочих мест, то есть это не менее одного, то есть оно определенными требованиями обладает это рабочее место, то есть необходимо вложение в него не менее 500 тысяч рублей в каждое из этих рабочих мест, соответственно, не менее одного. Необходимо создать экспорт. Необходимо показать, сейчас, конечно, дело идет в том, что этот экспорт будет, как бы, ну, эта история модернизирована с экспортом, да, то что можно будет, видимо, зачитывать и конвертировать это в выручку на внутреннем рынке, да, то есть условно по заявленным объемам части экспорта. Соответственно, ряды. Необходимо создать один ноу-хау, да, то есть либо же там запатентовать решение какое-то определенное, да, то есть этот транжир, в принципе, в постановлении перечислен, так или иначе, все это сущность является одной, да, по большому счету, просто на старте при экспортной оценке что-то дает больше баллов, да, то есть об этом мы тоже поговорим в соответствующем блоке нашей программы, которые будут идти два дня, по факту. Ну и вне бюджета, да, то есть 30 процентов этой истории необходимы. Мы отдельно будем говорить в следующем блоке, да, то есть по тем вещам, которые, в принципе, необходимо на старте продумать и учесть и уделить им особое внимание, да, то чтобы как минимум дойти до самой субсидии, да, то и до самой выигрыши в конкурсе, но и, что немаловажно, реализовать свой проект еще успешно после этого, да, то есть поэтому мы ищем некоторые параметры, некоторые истории по KPI, да, то есть как они строятся, что нужно учитывать, поговорим об этом в следующей части нашей программы. Соответственно, как и любая мера поддержки, как и любая субсидия, в частности, которую мы рассматриваем сегодня, обладает определенными фиксированными статьями затрат, да, на что средства данной меры поддержки можно потратить. Соответственно, перед вами они приведены, разбиты на две части, есть статьи затрат, которые могут быть компенсированы за счет бюджета, да, то есть за счет самой субсидии есть вариации этих статей затрат, да, то есть которые могут быть покрыты за счет вне бюджета, да, собственно, еще можно бюджетное финансирование показывать по нему этих статей, да, которые есть в левой части экрана. Соответственно, это и оплата труда работникам, да, то есть непосредственно занятым разработчикам, да, это и оплата, собственно, накладные расходы, там, в том числе там оплата зарплата УПУ, расходы на подрядчиков, то есть часть работ можно поставить на субподряд, это регламентировано 60%, да, кстати, нормировано, не более 60% субсидий. Это возможность приобретать не исключительные лицензии, соответственно, там, возможно, на ПО и так далее, какие-то САПРы, расходы на ЦКП, опытные образцы макета, да, то есть можно опытную серию выпустить также, соответственно, сертификацию также потратить за эту историю, за счет субсидий. Арендовать, либо брать визинг оборудования, именно арендовать, либо брать визинг, приобретать, покупать его нельзя, к сожалению, за счет данной субсидии. Вот, ну и так далее, да, то есть на расходное создание ВТРМ, аттестация, правовая охрана и так далее. Соответственно, во вне бюджета можно также показать бюджет этими же статьями. Но, Яков Игоревич, поясните, пожалуйста, за 20% от суба субсидий. Да, в 109-м постановлении есть ограничения, связанные с тем, что вне бюджетные расходы вы не можете потратить только на, вот если мы говорим про пункт B, который на слайде есть, расходы, связанные с модернизацией объекта с недвижимым мощством и серийным выпуском продукции. То есть на этапе НИОКР, когда вы разрабатываете свой продукт, вы обязаны потратить вне бюджетных, то есть собственных денег, не менее 20% от суммы субсидий именно на НИОКР, а всю остальную часть можете уже показывать за счет недвижимого имущества. Также хотел еще остановиться на том, что вне промоторно подготовлено изменения в 109-м постановлении, в том числе касаемо статей затрат. В частности, планируется снизить норму накладных расходов до 150% и повысить долю расходов на соисполнителей по НИОКРам до 70%. Также планируется ввести норматив по максимальной величине заработной платы, которую можно компенсировать за счет средств субсидий. Она, скорее всего, будет установлена в размере пятикратного размера среднего уровня оплаты труда по субъекту по определенному АКВЭДу. Скорее всего, по АКВЭДу 72 и 71, 71-м, 72-му АКВЭДу, как сделано в последние 2036. Спасибо большое. Мы еще в конце нашего выступления по 109-му постановлению пару слов скажем об изменениях, которые планируются в этой всей истории. Они-то значительно достаточно. И новые сущности возникают, в принципе, административные, которые принимают участие в работе этого постановления частично. Вот, соответственно, пока мы говорим о редакции текущей, да, то есть понятно, что уже на регулирующейся там отвисели сейчас изменения, но вот сейчас презентация все-таки побольше части она, естественно, сделана по текущей редакции. Так, далее. Соответственно, статьи затрат мы сказали, о чем здесь есть. Есть, соответственно, отчетный период, да, то есть понятно, что отчетность сдается по результатам проекта, да, то есть она разбита на по квартальной, ну, производится на по квартальной основе, соответственно, дата сдачи отчетности, они перед вами, раз в три месяца необходимо это делать. Вот, соответственно, каждые три месяца, то есть она относительно там усеченная, каждые полгода она там полноценная, это отчетная, соответственно, за не сдачу, да, то есть отклонения по целевым показателям, там, выручка, создание рабочих мест, прочее, да, о чем мы говорили там два слайда назад, да, то есть если отклонения эти присутствуют, или компания не достигает каких-то показателей, соответственно, предусмотрены штрафные санкции определенные, вот, по штрафным санкциям и условиям, на которых уже наступает расторжение, также эта информация перед вами, в принципе, ничего, ну, как бы еще особенного, последнее, при последней редакции 109-го это стало более демократично, скажем так, в плане этих показателей, то есть теперь можно там не достигать чуть-чуть подольше какие-то показатели, тем не менее, но все равно до сечки 5 придется, либо же наступит расторжение, соглашение. Коллеги, если коротко, какие-то вопросы, там, можете голосом задать по 109-м постановлению, вот, если нет, то я тогда просто еще пару слов скажу по тем изменениям, которые планируются. Смотрите, предполагается, там, возникновение новой сущности правительственной комиссии определенной, да, то есть которая будет давать возможность, там, при согласовании, там, с ней, там, для некоторых проектов определенных бонусов, скажем так, ну, то есть расширять возможности текущего постановления, там, денег больше, сроки дольше для проекта, ну, и прочее, на самом деле, вот, вилка именно возможностей, хотя они все регламентированы сейчас, возможностей для проекта, но она просто станет шире, может стать шире, да, то есть все эти изменения пройдут, там, и так далее. Вот, на этот сейчас взят вектор, поэтому, и более того, там, все-таки есть преференции для проектов, которые касаются критической информационной инфраструктуры, да, то есть это связано с соответствующим указом, который планируется к выпуску, вот, соответственно, вот в сторону, как бы, тоже будет определенное движение, да, как регламентироваться, соответственно, вот. Так, коллеги, голосом, если хотите, давайте зададим вопросы. У нас есть такая возможность? Так, когда, видимо, через чат просто... Я вижу Панкратова, Екатерина, руку поднимают. А что мешает, да, что мешает, что-то мешает высказать сейчас, извиняюсь, потому что может просто... Нет микрофона, все включаются. Екатерина, ну, либо голосом, либо давайте я зачту просто вопрос, как вам удобно сказать. Да, Екатерина пишет, что у нее проблемы с микрофоном. Я помню. Так, ну, вот вопрос 70 на... Для 109-го, по-моему, 70 на 30, да, то есть это 70 процентов... Бюджетных средств 30 собственных компаний, да, то есть для 12.52, постановление, да, 90 на 10. Ну, сейчас на 12.52 тоже посмотрим. В Excel столбик получены предложения. Сейчас посмотрим, секунду. Дайте, в конце вернемся к этому, я там просто не учусь, что-то не предвременно это и открою, посмотрим, что за момент, по которому вопрос возникнет в части, в том числе предложений. Вот, коллеги, тогда если по часу по 109-му, нет вопросов, мы тогда двинемся дальше, чтобы надо обозреть за отведенное время, скажем так, еще несколько инструментов. А можно уточнить? Спрашивайте. Вот, скажите, пожалуйста, начало конкурсного отбора когда планируется? По 109-му, в конце июня, по 12.52, соответственно, ну, далее, сразу за этим. Отборы, насколько я понимаю, в принципе, будут достаточно долго длиться. А информацию где можно отслеживать? Ну, вот сейчас у нас, ну, как в прошлом году на ГИСПе появлялся баннер даже отдельный по этим мерам поддержки. Ну, и в Канернице, соответственно, на ГИСПе сейчас электронная подача всей этой истории, то есть из 109-го постановления. Ну, как бы, уже в том году она и тоже проходила, в этом году будет так же. 12.52, видимо, тоже. Ну, возможно, в каком-то более там упрощенном виде, да, нежели 109-е постановление, которым подразумевает, в принципе, там, часть документов, в принципе, отсутствует. Теперь они, как бы, вносятся в поля соответствующие в личном кабинете ГИСПа. О, строки такие. Благодарю. Что-что? Благодарю. Да-да.